Как хорошо на свете жить, ведь меня могло не быть. Могла я просто не родиться, красе земной не подивиться, не расцвести и не влюбиться, не нагрешить, не помолиться. Могло детей не родиться и снов прекрасных не присниться, и сплошь кругом родные лица с собой не дали б насладиться. Могло стихов не появиться ни здесь, ни где-то за границей, где мысль летит крылатой птицей. Я так хочу творить, любить, а ведь меня могло не быть. Вот такое. Рождаемся и видим велика планета, что сродни картинам рая. А если посмотреть нам свысока, из космоса, на шар земной взирая, а не с земли от края и до края, окажется нам маленькой она. И разными людьми населена, и цвет у кожи тоже очень разный. И разница между странами видна, жить в городах их чаще непролазной. Всем места хватит, принцип безотказный, а в общем-то на всех земля одна. И ссориться с соседям ни к чему, и воевать друг с другом нам не надо, и зла желать не надо никому, и призывать людей на баррикады. А счастье жить, за это нам награда, ведь нет страшнее явления, чем война. Бывает атом мирным не всегда. Вот гибнет лес, пожаром опаляем, и нефтью загрязняется вода, и атмосферу дымом отравляем. Зависимо от нас, от всех мы знаем, планета, что для жизни нам дана. Воробьи зачирикали весело, закурлыкали вновь журавли, и березка сережки развесила, и грачи загалдели вдали. Наступила весна, отзвенели капели, соловьи свои дивные песни запели, и деревья очнулись от зимнего сна. Все вокруг зацвело, наступила весна. И еще одно весеннее. Оживает душа по весне, расцветает, как вишня в саду. Я живу наяву, как во сне, поросе босиком я иду. Распушилась ракита краса, на ветвях словно свечи зажглись. Расплелась у березки коса, и сережки в ту косу вплелись. А дуванчики, как огоньки, засветились в зеленой траве. И черемуха льет лепестки белым дождиком на руки мне. Зацветает сиреню окна, ароматом весенним пьянит. В эту ночь мне совсем не до сна. Соловьиная песня звенит. Оживает душа по весне, повернула вдруг времечко вспять. Я живу наяву, как во сне, словно юность вернулась опять. Спасибо. Запели скрипки, небес голубизна, погаши улыбки, воскреснете весна. Разгладь морщинный ветер, печалью сдуй с леса. Всем женщинам на свете любовь согрей сердца. Да и солнце мало скрима, к лицу загар поверь. Мы пережили зиму, к весне открыта дверь. Веселый говор вешний, гулянье допоздна, потухшие надежды. Воскреснете весна. Ну а у нас такая вот прибалтика называется творение. То дождь, то гололедится. Прибалтика изменится. В любое время года у ней своя погода. Когда пора метелей, сосульки, как в апреле, Развесит и смеется. То вдруг дождем зальется. И затуманит даль осенняя печаль. Такая вот капризница. Под утро снег посыплется. Все заметет кругом. Характер нам знаком. К нему не привыкать. Он женского подставит. Мой край. Там, где чайки над морем с утра, Где меж сосен гуляют ветра, Сквозь дождей пелену, Я луч солнца ловлю. Этот край всей душой люблю. Ты хранишь старины светлый лик, Дорог встречи с тобой каждый миг. Нас дороги свели. От столицы вдали, Уголочек российской земли. Милый край мой, Янтарный, родной, С беспокойной балтийской волной. Хорошо повесни, Словно в сказочном сне, Прогуляться по курской косе. Помним тех, кто тут жил и мечтал, Кто на прусской земле воевал. Здесь давно мы живем, И в уютный наш дом, Нам в Прибалтику в гости зовем. Провезду мы прочитали. Сейчас тема будет О котятах. Свежий любит котят, да? Спешим на смену на завод, родной. Встречает там с надеждой проходной Кото бездомных, страждущая рать. Сбивая с ног, мешая нам шагать, Бегут вдогонку, Жалобно кричат, Призывом сос, Мяуканье звучат. И жаль, бедняк, Но нечем им помочь. Кто промолчит, А кто-то гонит прочь. Лишь единицы что-то подадут. Не всем, конечно. Что творится тут? Жестока жизнь. Ну что же здесь сказать? Она для них лишь мачеха, Не мать. Уж так сложилось. Быть у них таков. Они с собой не носят кошельков. Желая есть, Не сходят в магазин. Проблем решения Случаи лишь один. Не спят они На тепленьких печах Зимой, в мороз, На стылых кирпичах В кирпичах Поджа хвосты И день и ночь сидят. И виска с мясом Точно не едят. Не праздно я об этом вот пишу. И лишь о том я вас, друзья, прошу. Ну не бросайте ж вы своих котят. Вот как им жить? Они же есть, хотят. Какой жалобный. Так, сейчас еще. Ну все вы, конечно, уже взросленькие ребята. И, наверное, гуляете. Вот сейчас весна, лето будет. Допоздна гуляете. Тем расстраивая родителей. Не думайте, что они переживают, Когда вас долго нет. Такой случай произошел у меня в жизни один. Вот мне было всю ночь ребенка. Я так и не смогла уснуть. Вот скоро утром на дворе проснется, А я не в силах глаз своих сомкнуть. И сколько ж еще мыслей пронесется, Удастся ли до рассвета мне уснуть? Соседи улеглись в своей постели. Собаки в будках видят сны давно. И даже мухи спят. Позалетели в распахнутое с вечера окно. В ночном саду ничто не шелохнется. Природа спит, дыхание затаят. А я все жду. Когда же он вернется? Спать не дают большие сыновья. Быть может, он с друзьями загулялся. Или мне друг встретил. С ним ты не шути. А может, он с девчонкой повстречался, И было ему с нею по пути? Уж светится рассветное окошко, И возвестил петух начало дня. Хотелось бы поспать мне. Хоть немножко. Но нет. Мой сын не пожалел меня. Он эгоист. Совсем меня не любит. Слова обидные готовы говорить. Мое здоровье точно он погубит. Нет, чтобы радость матери дарить. Ой, я помню, несомненно, Что когда-то Сюночку соловей нам песни пел. И так же виноватые девчата Домой являлись, кто когда успел. Умом, конечно, все я понимаю. Но сердцу не прикажешь, не болей. Я мысленно сыночка обнимаю. Душа моя тоскует. Он вдали. И чувствую, как только он вернется, От радости и обидов я прощу. Потупясь, виноватый улыбнется. Открыв пошире дверь, Его впущу. Вот такое материнское. Я вам хочу прочесть про наш город. Так и называется. Наш город. Где дождь моросит, И гуляют ветра, Росинки на солнышке тают, Поют салаги там, Всю ночь до утра, И тайны столетий летают. Наш город стоял на пустом берегу, Основан в тринадцатом веке, И камни секрет старины берегут, Уснувшие тайны на веки. Там слышался топот тевтонских коней, И шведских захватчиков крики, И сабли сверкали средь прусских полей, И зарево светлые блики. Тильзит торговал И роднился с Литвой. В той дружбе была его сила, Но город, покрытый осенней листвой, Чума как косою косила. Здесь мост королевы Луизы стоит, Летят мимо, Множатся годы, Растет, развивается город Тильзит, Ему не мешают невзгоды. Над Неманом Ветер столетий сквозит, Война лиховетьем промчалась, Советским становится прусский Тильзит, Но память о прошлом осталась. Тяжелое время пришлось пережить, Разруху, голодные годы, Со временем раны успели зажить, И нема несет свои годы. И дождь моросит, И гуляют ветра, Росинки на солнышке тают, Поют соловьи здесь Всю ночь до утра, И тайны столетий, и тайны. Когда-то мне довелось учиться Аж в трех школах в Советске. Сначала в седьмой школе, Потом в девятой, Потом заканчивала первую школу. О каждой школе осталось воспоминание, Остались. Но больше всего мне вспоминается Именно Садовская школа. Там мы все жили рядом, Дружили с самого детства, И класс наш был самым дружным в городе. Детство. Пытаюсь в былое вглядеться Сквозь толщу промчавшихся лет, И вижу далекое детство, Где есть только розовый цвет. Родная садовская школа, Укрытый деревьями двор, И детских несчастья и уколы, И белым, и мелом беленный забор. Вот двойка по физике, Боже, как страшно домой не идти. Держали детей тогда строже, Чтоб только не сбились с пути. Туман над замерзшим поселком, Чуть слышно гудят провода, Покрытые инеем елки. Вернуться бы снова туда. Все в прошлом, и все изменилось, И все по-другому теперь, Как будто мне это приснилось. Открыть бы заветную дверь, И вновь до утра под гитару Горланить всем классом опять. Под музыку кружатся пары, И вовсе не хочется спать. Вот так и живем, подгоняя, Стараясь быстрее повзрослеть. И вот я у кромки, у края, А сил уже нет, чтоб взлететь. Я пробую в детство взлететься Сквозь толщу счастливейших лет, Где все мое милое детство Окрашено в розовый цвет. И вот такое называется оно Не копите обид. Никогда, никогда не копите обид. Не храните в душе. Пеплом все посыпаете. Берегите друзей. Пусть Господь их хранит. И мольбы к небесам Вы о них посылайте. Все простите врагам, И забудется зло. Не жалейте о том, Что не все вы сумели. Твердо верьте, Что вам постоянно везло. Пусть не все, что хотелось, Вы в жизни успели. И пусть зависть не тронет вас Черным крылом. Пусть другие моложе, успешны, Богаче. Пусть гребете по жизни Разбитым веслом. Надо выжить достойно. А как жить иначе? Пусть не все удалось, И ковчег ваш разбит. Пусть предали друзья, И любовь не сложилась. Никогда, никогда не копите обид. Пусть Господь вас хранит, Что бы там ни случилось. Библиотека. Я тишину библиотек люблю, И каждый миг, Когда глаза идут в разбег От миллиона книг. И вот он, книжный океан. Я в плаванье иду, Библиотекарь капитан, Я с ним не пропаду. Он верным курсом поведет По этой глубине, И безошибочно найдет Все то, что нужно мне. В потоке книжном Нужный дом отыщет не спеша. Библиотека — это дом, Куда зовет душа. Вот Пушкин, Гермонтов, Толстой, Хороших книг не счесть. Не суть бережно домой, Чтоб после их прочесть. А если в жизни что-то не так, И в голове разброд, Библиотека — мой маяк, Меня, я знаю, ждет. Мой любимый поэт Это Александр Сергеевич Пушкин. Любимый Пушкин, Рядом с нами, Под сознанием, Его стихи, Нахлынувшие волной, Унылая пора, А чьи очарования Приходят к нам осеннюю порой. Мороз и солнце, День чудесный, Строки эти Мы восклицаем с радостью немой, Взглянув в январское окошко На рассвете. Любуемся пришедшую зимой, Со школьных юных лет, Знакома нам до боли, И чувство первой любви, И грусть. Письмо Татьяны, К вам пишу, Чего же боли, Стесняясь, Мы читали наизусть, О сказах Пушкина Чудесные страницы, Охотно мы листаем до сих пор, Где славный царь Салтан И петушок на спице, Старуха жадная, И дядька Черномор. И в мой жестокий век Вославил я свободу, Давно поэт великий написал, Жаль, что недолго жил, Но своему народу Порыв души Навечно передал. Ну, еще настрелим. Как хорошо тебя встречать, Вот так внезапно, Ненароком, Родное имя прокричать В регистре нежном и высоком, И погрузиться в темноту Каких-то улиц, Мрачных зданий, И оконуться в теплоту Твоих восторженных касаний, И говорить совсем не то, Невольно замедлять движение, И чувствовать в себе потом Былое головокружение. Бабушка мечтает, По глазам я вижу, Чтоб сидел я в классе Хоть чуть-чуть поближе, Чтоб писал красиво И во все уникал, Чтоб побольше книжек Дома я читал. Ну, а я мечтаю, Чтоб сидеть повыше, Весело бы было мне На школьной крыше. Я бы слушал птичек, Гость вызвал весну, Что цветы мечтал я маме Принесу, Я бы самолетик запустил Бумажный И себя представил Летчиком отважным. Не было бы мне страшно Там на высоте. Вдруг услышал голос, Ванечка, ты где? Что-то я прослушала, Снова замечтался, Не случайно с двойкой Сразу повстречался. Бабушка мечтает, Я мечтаю тоже. Почему желания наши Так не спло? Он во втором классе мечтал. А нам сказали, Что может быть Сегодня кто-то из присутствующих? Да. Может быть, что-то нам Скажите? Кто-нибудь, кто-то пишет. Мы-то, допустим, Ольга Ивановна просто говорила, Что дети придут, Сами стихи пишут. Нет таких? Не стесняйся. Тут все свои, не стесняйся. Ну, они даже куда обратились, За кого показать надо. Смущается. Может быть, не свои. У нас нет, Матчих смущается. Называется стихотворение «Учитель». Он был неповоротлив И медлителем, И как-то боком в класс Всегда входил. Мы не любили этого учителя. Наверное, и он нас не любил. Нас было много. Все такие разные. И чтобы досадить ему скорей, Лишь начинал он что-нибудь рассказывать. Бумажных выпускали голубей. А он не делал даже замечания. Он был немногословен и суров. Но иногда случалось, Замечали мы, Как он мрачнел От наших колких слов. И подходил к окну К открытой форточке. И тряпку мял. И мел в руках крошил. А мы смеялись. Он забыл все формулы, Которые недавно выводил. Он нас учил Три года математики. Не знали мы. А он не говорил, Как замерзал в благодном Ленинграде, Как слепых детей Из плена выводил. В тот день мы ждали Помнится контрольную. Боялись, не решим, Поставят колб. Ох, как же мы орали Все довольные, Что в школу Наш учитель не пришел. Его мы хранили На полуторке. Ни слова. Каждый мравочен был И тих. Разъехались, А к холмику За хутором Слетались Учитель наш, прости. Вот такое Грустное Так, и еще Об учителе Уже о другом О нашем Современнике Написал Сергей Кириллов Сергей Околич Кириллов Он тоже был членом Писательской организации Ну, а сейчас Он в свободном плавании Так скажем Он победитель Многих конкурсов Он признан Лучшим писателем Года Нашей области, да? Да В общем, очень талантливый И очень порядочный человек Дальше Ученики Побелив из рука Тут вроде сделал Что-то там Негоже Помяли пострадавшему Бока И физию Слегка Помяли тоже Сказали все Что думали В азарте Пустили слух Что был он Под балдой Как будто Тот физрук Сосед по партии А он учитель Только молодой Ему судьбой Разумное И доброе Посеять в душе Детские дано Он призвал Он призван Все Что в мире Знаний собрано Нести нам А ему Разбили нос Не важно Сколько лет Он в школьном здании Не важно Как предмет Его зовется Учитель Не профессия А звание Которое Пожизненно Дается Припомнит Подобрев Любой из нас Профессор Генерал Чабан Строитель Как десять лет Он шел Из класса В класс И вел Его возрослый мир Учитель Всю жизнь Очарование Школьных дней Теплом Воспоминаний Нас согреет Но если В школе Бьют Учителей Кто в душе Детские Тогда Добро Посеет Мы находимся В географическом Центре Вот это помещение И у меня Для этого центра Вот Хотелось Подарить Может быть Возьмут Не знаю Размышления По поводу Назвала Стихотворение Я прочту Всего одно Потому что Немножко Побольше Чем другие Люблю Бродить По городу Родному И мысль Петит Прозрачная И легка На все Взглянуть Пытаясь Поинову И с рифмой Рождается Строка Мой городок Весь вымощен Гранитом Здесь Каждый Камень Помнит Обылом И эту Память Бережно Хранит он В которой Все Пронизано Теплом Смотрю Вокруг И вижу Рулкотворение Людей Ценивших Жизнь И красоту Согласно Того Времени Веленью Построивших Свой город Мечту Я мысленно К той жизни Обращаюсь Что до войны Здесь Счастливо Текла И как домой Сюда И возвращаюсь Как будто Я когда-то Здесь Жила Рисую В мыслях Мирные Картины Услужлива Фантазия Моя И в окна Сквозь Открытые Гордины Слагая Стих Заглядываю Я Из этих Хохотом Женщины Смотрели С работы Ждали Мужа И отца А там Фигурки Девушек Вестрели Что с хохотом Толпились У крыльца Парк Поражал Вон Сутнице И ходили Ребятишки И геты Там учили Наизусть Немецкие Девчонки И мальчишки Познали В нем И радость И грусть Парк Поражал Обилием Растений Кристально Чистым Был Красавец Пруд Царил Покой Дорожки Скрыты Тенью Во все Был вложен Рук Умелых Труд На всех Аллеях Белые Скульптуры Чтоб Ими Любоваться Все могли И были Они Частью Той Культуры Теперь Их нет Куда-то Увезли Здесь Молодежь Качалась На качелях Играл Фокстрот Вечернюю Порой И радостно Звучали Птичьи Трели Родившиеся С утренней Зарей Ухоженно С любовью Были Скверы Для отдыха Скамейки тут И там Ковер цветочный Красочен Без меры А в центре Непременно Бил фонтан Война Прошлась Суровым Лихолетием Всего Коснулось Траурным Крылом Что нажили Что строили Столетия Все в одночасье Превратило В лом Сильзица Все в Германию Прогнали От гнезд Родных Далеко Увезли Не думали Они Не гадали Чтоб с ними Обойтись Вот так Могли Людей По-человечески Жалею Никто из них В беде Не виноват И их судить Я права Не имею Война Здесь совершила Свой расклад Сюда пришли Совсем Иные люди Чтоб с пользой Освоить Этот край И было Неизвестно Что здесь будет Как сложится Подишь ты Угадай Взамен развалин Высились строения Дома-коробки Братья-близнецы Малометражки В общем Теснотища Зачем Изыски Ни к чему Дворцы Иные здания Стали неугодны Снесли Разрушить Прежние Спеша Не посчитаясь С мнением народным Быть посему И не болит Душа Как долго И упорно Убивали Любимый Всеми дом Кино Спартак Казалось Будто Стены Вопрошали За что Ну разве Было что Не так У входа Все свидания Назначали Ну разве Можно Прошлое Забыть Делили там И радость И печаль И билет Старались Лишний Раздобыть Тревожно Оставили Как символ На века Возможно Я кого-то Ненароком Заставила О прошлом Погрустить О молодости Времени Далеком Я вас прошу Зато меня Простить В потоке дней И мне порой Сгрустнется И все-таки Я город свой Люблю Надежда Теплится Что доброе Вернется И вам Надежду Эту я Дарю Дарю Дарю